привет рада видеть вас на своем канале в этом видео я буду устанавливать подвижный шейный шарнир для кукол блайд я заказала его в instagram у натальи уваровой и заранее уточнила будет ли прилагаться инструкция и да инструкция есть и сегодня следуя инструкция от натальи я буду устанавливать ее авторский шейный шарнир но в конце видео я сравню его с так называемым шарниром с алиэкспресс который на самом деле никакой не шарнир в общем все увидите смотрите видео до конца и так шарнир состоит из двух частей вот таких вот и пришел а вот в таком виде подходит он для такого вот тела как показано у меня в видео именно с такой шеи то есть именно для шеи такого типа и для начала нам нужно срезать канцелярским ножом вот эту вот пипочку на которой есть крепление для головы мы вот как раз это срезаем мне конечно получилось не идеально ровно но думаю я немного подровняю в целом срезалась это все довольно легко с помощью канцелярского ножа больших усилий не потребовал далее в инструкции написано что край нужно срезать конусом то есть как я понимаю нужно как бы немножко вот так вот сточить краешек что я и делаю при помощи того же канцелярского ножа вот примерно вот так у меня получается сейчас я кое-где подровняю чтобы было все одинаково со всех сторон получается примерно вот так и далее на шею одеваем вот этот колпачок в виде шарика плотно плотно его так до конца продевая и теперь в это отверстие нужно закрутить прилагающийся шуруп нужно стараться сделать это максимально ровно в принципе как написано в инструкции для крепкости можно добавить клей но я не буду этого делать чтобы в случае чего можно было заменить шарнир вот я уже вкрутила шуруп тут также не было никаких сложностей у меня и вторую часть которая кстати говоря такая резиновая силиконовая мягенькая мы получается одеваем на этот шарик за счет этого у нас и получается подвижность головы то есть как видите вот эта вот часть на шарике двигается в абсолютно разные стороны единственное что меня немножко смущает что очень уж свободно это силиконовая деталь сидит на шарике легко ну как бы выпадает но я думаю что когда голова будет закреплена то будет больше как бы жутко жесткости шарик не должен выпадать тут сразу можно логически понять что куда вставлять то есть по рельефу понятно где будет передняя панель а где задняя и вот как видите достигается довольно большая подвижность здесь у меня передняя панелька которая находится сейчас в работе в процессе карвинга скоро увидите готовый результат готовую куколку и сейчас я примеряю переднюю заднюю панель кстати говоря при установке этого шарнира следует довольно часто примерять переднюю заднюю панель потому что кое-что нам придется все таки подточить как видите вот здесь вот на стыке вот эта часть она как бы задевает то есть шарик ее задевает немножко создается такое небольшое трение в общем нет свободного хода поэтому в этих местах нужно немножко подпилить чтобы шарик не терся об эти краешки для этого я буду использовать фрезу вот такой формы очень мелко зернистую так как не хочу спилить лишнего поэтому чтоб так потихонечку аккуратно спиливать и форма фрезы довольно удобная не удивляйтесь почему у меня только половина тела куклы у данной куклы будет модификация тела это будет очень интересный образ интересный персонаж вам конечно не нужно разъединить в области талии тела это совершенно не нужно делать просто у меня такой вот персонаж ожидается и так я аккуратно убираю те места которые нам мешают которые мешают движению шарика и это нужно делать обязательно примеряя постоянно панельку чтобы не убрать лишнего и точно все юзерный сделать но уже готовый результат вы увидите на готовом образе куклы так как я подумаю что нет смысла сейчас все собирается так как основная все таки тяжесть получается от скальпа и от волос поэтому как-то получается бессмысленно так что увидите в полном действии прекрасный шарнир уже на готовом персонаже а теперь давайте рассмотрим так называемый шарнир с алиэкспресс на самом деле это никакой не шарнир конечно это такой укрепитель шеи то есть вот это вот штуковина нужно для укрепления шеи вот с таким якорем как видите этот якорь так вот болтается в разные стороны и чаще всего этот якорь мы можем встретить на теле подозон с маленькой грудью то есть такой укрепитель нужен только для шеи с таким якорем как и собственно тот подвижный шарнир мы можем установить именно на то тело без такого вот якоря и так мы просто одеваем его на шею но нужно там плотно так просунуть я сейчас этого не буду делать так как куколка у меня еще не готова и далее опять по тому же принципу мы одеваем переднюю и заднюю панель но тут же мы сталкиваемся со сложностью что-то ничего не подходит по размеру не по ширине в общем никак и что же нужно сделать нужно по краям подрезы опять же макетным ножом макетным канцелярским ножом ну или чем вам удобно это сделать и теперь по ширине у нас эта деталь влазит но опять что-то не так вот это вот колечко у нас не помещается как вы уже догадались сейчас именно под это колечко нам вот здесь нужно выпилить чтобы она у нас пролезла и как вы уже поняли много возни и много работы и так себе результат особой подвижности не ожидать ее не будет единственный плюс голова будет чуть приподнята то есть более более поднято лицо вот на этой куколке как раз была такая шея с якорем и как раз я использовала вот этот укрепитель так что делайте выводы сами что больше подходит для вас готовы ли вы повозиться ради такого эффекта или может быть нет я надеюсь видео было для вас полезным возможно теперь вы точно знаете какое тело вам нужно заказать на алиэкспресс или какой шарнир вы хотите использовать для своей куколки ну а мы увидимся с вами уже очень скоро в новых видео всех целую пока пока